Юлия, здравствуйте. Хорошо ли нас слышно? Прекрасно слышно. Да, ну вот мы уже упомянули тему, касающуюся танков. Я знаю, что вы внимательно именно за поставкой танков следите. Вот сейчас, если говорить об объёмах, которыми располагает украинская армия, о количестве поставок, достаточно ли они, на ваш взгляд, насколько это вооружение может помочь, я не знаю, может быть, в переломе или в развитии военных действий на фронте? Ну, собственно, это количество явно подставляется под то, чтобы прорвать сухопутный коридор, который Путин проложил от Мариуполя, грубо говоря, до Крыма, и который, собственно, и является пока одним из его главных тактических достижений в войне. Но мне здесь кажется важным вот что отметить. Извините, что я сразу от танков перехожу к существу дела, потому что мне было ужасно непонятно, с чем связано это странное промедление, когда сначала собирались дать танки прямо во время Рамштайна, потом буквально на день-два задержали, потом, то есть было такое всеобщее разочарование Рамштайном, потом танки опять посыпались, как из ведра. И, конечно, есть стандартная версия. Вот мы только что её сейчас обсуждали со Станиславом Белковским. Станислава Белковский её придерживается, что это просто внутренние колебания того же Шольца и тех же немецких политиков. Я из трёх разных независимых источников, один могу назвать Геннадия Гуйкова, другие два, к сожалению, не могу назвать, но действительно независимые источники получила подтверждение, что речь шла о гораздо более удивившей меня ситуации, когда Соединённые Штаты и Бернс и Салливан пытались о чём-то с Путиным договориться, пытались договориться о перемирии, причём шикарных для Путина условиях. Путин эти условия не принял. И, соответственно, вот эта задержка с поставкой танков была связана как раз с отсрочкой, которую дали Путину, потому что ему сказали, что вот 31 января — минус неделя. Вместо этого Путин, а, не принял это предложение, сказал своим окружению, теперь вы будете со мной до конца, объяснил им на заседании в бункере, что идём правильно путём, товарищи, 60% украинской энергоструктуры уже разрушено, то есть человек живёт полностью в альтернативной реальности. Ну и плюс назначил Герасимова, принялся у нас устанавливать на крышах ПВО, так, чтобы это защищало именно его Кремль и его бункер, и его резиденции. И сейчас пытается наступать на Донбассе, но пока это ещё, правда, не наступление, это, скорее, так, прощупывание перед наступлением. Ну, типа, то ли он переблефовал, то ли он реально живёт настолько глубоко в альтернативном мире, что в очередной раз мир убедился, что он просто совсем не в себе. Вот, мне кажется, это очень важная история. И всё-таки немножко вас к теме танков вернуть. Хочется, кстати, ненадолго, вообще в условиях современной войны, насколько танки важны? Это важнейшее условие одерживания победы или нет? То есть я понимаю, там, в войне Первой мировой, Второй мировой войны, сейчас танки — это то, что приносит победу, насколько великих вклад? Нет, ну, слушайте, сейчас можно сказать, что если у вас есть дальнобойные ракеты и авиация и вертолёты, можно даже почти обойтись без танков. Но если можно, я объясню тогда на пальцах, как мне вот примерно то, что мне объяснял Роман Светланов. А танки — это... Вот есть три фронта у Украины. Запорожский фронт, Крым и Донбасс. У них у всех достаточно специфические условия. Запорожский фронт — это кишка, причём степная кишка, с минимальной глубиной фронта в 100 километрах, которая просто идеально создана под применение танков. Вот с танками она очень легко прерывается. То есть танки — это Запорожский фронт. А Крым? А Крым — это чрезвычайно изолированная область, в которой всё поводится только по Крымскому мосту, особенно если будет прерван сухопутный коридор, а он уже практически... Ну, с точки зрения доставки, там большую часть, очень много вещей завозится уже всё равно через Крым, потому что везти по сухопутному коридору опасно, достают хаймерсы и так далее. Так вот, Крым — это 150 военных баз, складов и всего такого, которые можно вынести атаком сами. То есть если их выносится атаком сами, то позиция в Крыму становится российских войск незащищаемой, и Крым занимается. Если это не выносится атаком сами, то наступление с помощью танков и артиллерии становится долгим и кровавым и оставляет от Крыма примерно то, что оставили от Мариуполя. Собственно, танки, я напоминаю, в современной войне наступают так. Есть два варианта использования танков. Либо просто перед вами тупо всё выносит авиация, и тогда танки отправляются на лёгкую прогулку, которая называется «Довершение Блицкрига». Либо перед вами всё авиация не вынесла, и тогда танки, особенно такие современные хорошие танки, как тот же «Леопард», которые практически неуязвимы, которые просто стреляют дольше, чем стреляет советский или российский ПТУР. Они подъезжают к передку, они всё выносят перед собой на 5 километров, передвигаются вместе с поддерживающей их пехотой, которая, естественно, передвигается на БМП, ну, плюс фланги должны быть защищены. Следующие 5 километров, и так это перепахивается, всё повторяется сначала, то есть это не «Блицкриг», но это вот продвижение каждый день, ну, не каждый день, допустим, с перерывами на 5 километров, достаточно тоже такое последовательное. Ну и, наконец, третий вариант современной войны. Я уже упоминала авиация. Если у вас есть серьёзная ударная авиация, то что вы, во-первых, просто всё переносите, выносите сначала перед собой по его противника, а потом вы засваиваете его как ракетами, так и не особенно управляемыми, но зато дешёвыми бомбами. И, собственно, если... Понятно, что после этого остаётся, ну, если не выжженная земля, то близко к тому. То есть, вообще-то, если говорить так вот по-простому, то танки — это Запорожский фронт, атакамсы — это Крым, и авиация и поддерживающие вертолёты — это Донбасс. И, кстати, напомню, что современные армии, прежде всего, американская армия, они, конечно, у них танки играют меньшую роль, у них как раз большую роль играет авиация и вертолёты, потому что это такая боевая платформа, которой можно за линию фронта доставить вот просто абсолютно всё, что угодно, и всё там вынести. А, соответственно, танки — это, грубо говоря, немножко хуже, чем авиация, но вот для Запорожского фронта они идеально готовы. Почему я, собственно, упомянула в данной ситуации как раз про вот эти вот гипотетические приговоры о перемирии, которые были связаны с тем, что Путин в той или иной степени оставляет за собой, по крайней мере, на ней... Ну, грубо говоря, которые были связаны с «Минском-3». Они как раз заключаются в том, что Путину... Путин-то готов был уступить сухопутный коридор, который он и так не удержит, в обмен на то, чтобы он контролировал Донбасс и Луганск, но причём не просто в том виде, в котором был 23 февраля, а и включая то, что он сейчас не контролирует, то есть тот же Бахмут, Славянск, Краматорск и так далее. То есть то, за что он бьётся, положил 40 тысяч зэков бесплодно последние, по крайней мере, полгода. То есть он хотел поменять что-то на ничего, потому что Запорожский фронт и так, даже если бы Украине танков не дали, не удерживаемая вещь для российских войск. Соответственно, понимаете, какая интересная штука? Вот я всё время говорила, что Украина будет наступать на Запорожском фронте, но это обречённое дело, этот сухопутный коридор. Но ведь, посмотрите, это получается, что если вот в США действительно есть люди, которые хотят перемирия и хотят загнать Путина на переговоры, то получается, что такое наступление в значительной степени загоняет Путина в объятия Бернса и Салливана. Там становится легче договориться. Но вот, Владимир Владимирович, теперь поговорим без это самое. У вас нечего менять. Так, согласны ли вы на перемирие? Я кажется, вот это очень опасная штука. Я не знаю, как её разрешить. Юлия, вот хотел более о таком политическом вопросу перейти. Агентство Bloomberg сообщило, что Путин готовит новое наступление в феврале или марте этого года. Уже не первое подобное сообщение от зарубежных СМИ. И вот интересно, сам факт, что эта информация каким-то образом просачивается во всё большее количество СМИ. Вот на ваш взгляд, о чём это говорит? Может быть, там, не знаю, из банального о неком расколе элит, о том, что какое-то количество людей в окружении Путина не поддерживают войну, или нет? Слушайте, Господь с вами, для того, чтобы... Как может просачиваться информация о наступлении из Кремля, если украинская разведка и вообще все люди, у которых есть глаза, фиксируют, что каждый день прибывает по 1-2 батальона тактических группы в Донбасс, и плюс мы видим, что уже начинается прощупывание, вот такая разведка боем, это нельзя назвать полноценным наступлением, но это вот тот же самый Угледар, но это можно назвать прощупыванием слабых мест в обороне ВСУ. Ну, знаете, я даже не знаю, вы смотрите на человека, который поднёс ложку ко рту и собирается съесть, и делаете мудрое замечание, что, кажется, он сейчас будет обедаться. Вы думаете, что он этой ложкой подавится? А для чего он мобилизовывал? Как вы думаете, вот он занимался мобилизацией, мобилизовал около 200 тысяч человек, и часть тех, и тех из них, которые не были кинуты сразу на фронт в мясорубку, чтобы удержать украинское наступление, он их подготовил и перебрасывает сейчас на фронт. Интересно, для чего? Цветы собирать? Ну, вы знаете, здесь, так понятно, никакой интриги нет, но в самой статье Блумберга большое количество деталей, где объясняется именно мотивация Путина, что он вот здесь, он это что-то понимает, а здесь он не понимает, и что поэтому, исходя из этого, у него вот как бы складывается такое впечатление, что ну всё-таки наступление мы будем делать. Ну, то есть там много деталей, которые касаются, ну, если Блумберг это всё не придумал, а мы всё-таки уважаемые издания, что есть какие-то информаторы, источники. Ну, слушайте, насколько я понимаю, вот ровно то, что я рассказывала о переговорах, это тоже информаторы, и там люди, которые рассказывают, что именно Путин сказал в бункере, это, видимо, тоже информаторы. Да, конечно, это течёт, но я не вижу, что там пока происходили такие... Понимаете, даже не зная конкретно, что там происходит, можно очень хорошо понять, что российская элита, которая привыкла плавать на яхтах и хранить свои деньги и сыновей отправлять на Запад, причём я имею сейчас в виду там даже не олигархов, это уже само собой, а вот просто чиновную элиту, близкую к Путину, что они в полной прострации, не считая там Ковальчука и Патрушева, которые вместе с Путиным борются с боевыми комарами, что эти люди, в отличие от Путина, более точно отдают себе отчёт положения дела, понимать, что вот как там было в бункере у Гитлера, вот близко к тому. Пора выходить, пора жениться на Еве-Брау. Так вот, и другое дело, что они могут делать с этим своим знанием, потому что как только они рыпнутся, ведь вы будете со мной до конца, это вполне определённый намёк на то, что если вы попытаетесь сбежать с тонущего корабля, то раньше, чем вы подсунете с кораблём, вы повезнете на его рее. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и Путиным. Путиным. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...